Денис Майданов А еще его приоритеты – молодежная политика и культура. Одно перекликается с другим. Знаменитый ГДО Воденцова – кружки, секции, концерты. Культурная жизнь здесь остановилась. Здание в плачевном состоянии. Экспертиза показала – восстановить сложно, легче построить новое. Денис Майданов берет ситуацию на контроль. Мы говорим о том сейчас, чтобы снести ДК, в котором 6 тысяч квадратных метров и городской поэтажный план и ландшафт, нам возможности предоставляют расширить себя до 30 тысяч квадратных метров. А если это 30 тысяч квадратных метров, значит это станет центром притяжения очень для многих возрастов, от мала до великого. Денис Майданов – отец двоих детей. Он не понаслышке знает, чем живет подрастающее поколение. При малейшей возможности старается проводить свободное время с семьей. И прогулки на велосипедах, и поездки на рыбалку, и просто разговоры порой даже о политике. Моя дочь сейчас очень активно интересуется, из чего состоит финансовый рынок, почему те или иные политические события влияют на нашу внутреннюю и внешнюю политическую повестку. Но нередко молодые люди получают эту информацию из интернета, из сомнительных источников. И тут, по мнению члена Центрального штаба ОНФ, есть над чем работать Комитету по инфополитике и связи Государственной Думы. Денис Майданов уверен, уже сейчас нужно создавать правила, по которым будут жить следующие поколения. И подчеркивает, о цензуре речь не идет. Мы должны законодательно ограничивать деструктивный контент. Обязательно. Вместо деструктивного контента, проверенная годами литература и современное кино, нам есть чем ответить авторам зарубежных блокбастеров. Вот такие саги снимаются. Гарри Поттер, Властелин колец, по произведениям. У нас свой «Волшебник изумрудного города» – это шесть самодостаточных книг с потрясающими приключениями героев, которые, может быть, и покручивают Властелин колец и Гарри Поттера. Просто нужно копнуть это и снять. График члена Центрального штаба ОНФ плотный. На подобные встречи с журналистами время находится не всегда. Ровно час, чтобы поговорить с представителями СМИ и блогерами округа, выслушать проблемы и приложить максимум усилий для их решения. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...